Саран-саран, с вами Реран, Мультиреакция, смотрим с вами новинки кип-оп, читаю ваше сообщение, которое вы мне присылаете по донату. И одна из заявочек пришла на NCT U Connection, и это там, где у нас танцует Шатаро, а песня исполнена тремя участниками NCT-ши, я не помню кем именно, но помню, что там точно был Марк. И я уже, честно говоря, видела тизер, еще такая думала, а, вынесу в какие-нибудь спеши, посмотрим где-то отдельно в Телеграмчике или во Вконтакте. Но пришла заявочка, и тут подписано анонимно, хотя есть сообщение, я так и не поняла, что читать или не читать, или тебя не упоминать, в общем, не знаю. В любом случае, для того, чтобы не оплошать, конечно же, сам релиз мы сейчас обязательно посмотрим. А вот тот, кто прислал вот эту заявочку, как-то напиши мне, пожалуйста, можно зачитывать сообщение в эфире или лучше не надо. Так что это у нас NCT U Connection Age of Light в рамках вот этих вот видео, которые выпускают сейчас NCT-шки. Да и вообще, в принципе, мне кажется, достаточно много контента у них сейчас выходит. Давайте смотреть. Что делать громче, тише? Ооо! Ну, блин, я так и знала, что будет какая-то супер-пафастная у нас съемка. Ух ты, блин, эффектики. Я уже говорила, не говорила, несмотря на то, что как бы NCT-ши у нас. Ай, блин, как прикольно. Юное поколение. Шазару вообще примкнул совсем недавно. Я реально считаю его одним из крутейших сенсоров. Боже, у него такой вайп. Ооо, ух ты, класс. Слушайте, как клево, да, добавили. Кроме дерзких, резких движений, еще и вот такую плавную эстетику. Ааа, знаете, что мне сейчас какие-то ассоциации пошли? Ну, вообще, типа, две разные темы. Хош и Спайдер. Вот, ну, а тут есть такие вот фишечки, которые меня цепляли там. Очень зашли. Тут тоже, смотрите, у нас подменялась локация. Я имею в виду в плане движений хореографии. Слушайте, ну, снято очень классно. Очень клево. И сверху, и снизу, и сбоку, и прямо. Я бы не жаловалась, даже если бы это все было снято в одной локации, например, здесь, да? Но запарились и сделали несколько локаций. Но тут одна, один монтаж все вытягивает. И Шотара, как он двигается. Балет тоже прикольный. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Кстати, песня мне тоже нравится. Она такая очень эсэмовская музычка. Ух ты, вау. Вау. Ну, слышите, ну, тут прям не просто сделали танцевальный перформанс под песню, а целое прям шоу получилось. Ну, перформанс, по сути, есть приблизительно тоже, но я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Слушайте, ну, он вообще такой на стиле с этими жемчужными бусами, висюльками. Как же он двигается. Вот прям все. У него хватает силы в движении, у него хватает пластики и резкости одновременно. Ну, вот, мальчик еще из разряда как раз-таки тех самых танцевальных сокровища Сэм. Красиво. И момент в песне красивый. Это не Хачана был голос, а ну-ка, Маня, скажите. Если я еще и сейчас угадаю, это будет... А если нет, будет обидно, да. Уау. Закрутил. Ну, прям все, клип имени Шатара получился. Я приблизительно ожидала, но здесь еще и такие крупные очки взяли. Прям, знаете, подчеркнули визуал. Я хочу еще, знаете, вот те вот моментики, где он вот так, вот так красиво делал всякое разное в проигрыше. А балета сколько понагнали. Ооо. Ну, мне кажется, знаете, вот этими релизиками такими Сэм плотно формируют концертную программу полноценную, да. С номерами, где будут не только вот прям целиком группа выступать, группа, например, да, если инситише. Ну, в принципе, группы, да, там хорошо, у нас очень много саб-юнитов. Ну и вот такие вот вставки, да, где можно будет быстро ребятам переодеваться или еще что-то, пока, например, вот Шатара выступает вот с таким перформансом или Марк, да, со своей child. Это класс. Это класс, это не только дает возможность реализовывать талантливым ребятам из Сэм свои таланты в разрезе своих талантов, вы поняли, о чем я, но и выпускать крутую музыку, радовать поклонников и формировать плотную-плотную такую программу, которую в дальнейшем можно очень клево и во время онлайн-концертов, да и вообще любых мероприятий. Поэтому шик-песня мне правда понравилась, она хороша и она очень Сэм-овская, но поскольку я из разряда тех, кто больше любит глазами, то вот такой снятый специально на эту песню клип меня прям порадовало, наверное, еще больше. Спасибо большое за заявочку на Шатару, и я этого мальчика уже хвалила не один раз. Приходим к следующей, которая пришла от Татьяны Г. Привет, Ари, приветик, Танюш. У этих мальчишек камбэк, песня классная, но не характерна для них. Мне кажется, как вы уже догадались или нет, еще про Very Very речь здесь идет. Ребята остаются в своем концепте, но у них постоянно что-то разненькое. Сейчас посмотрим. Мне очень понравилось. Спасибо. Так, ну сам трек у нас называется All или У, All, наверное. И, соответственно, клип на нее тоже. Я, знаете, что, наверное, здесь добавлю от себя лично? Что заявочка на этих ребят пришла не только от Танюши, а также опять в очередной раз от Джели Фиш, которые заведомо начинают мне написывать про их камбэк еще до того, как вообще объявлено о камбэке. И говорят, у нас там планируется, планируется. И поэтому, ну, в общем, там, да, и присылают мне, что, где, значит, выход. Ну, а поскольку для меня, в принципе, первоочередное желание моих айвят, то, что вы хотите посмотреть, поэтому спасибо в первую очередь. Мы говорим, конечно же, Танюша. А когда мы посмотрим сам клип, тогда уже посмотрим, будем ли мы говорить спасибо Джели Фиш и Верри Верри. Я что-то думаю, что будем, конечно, куда мы денемся. Но, как бы, давайте не будем забегать наперед. Глядим. Так. Ой, дорога такая. Ой, у нас там какая-то драма будет глядеть. А кто-то ближет у нас. Так, окей, хорошо. Ну, вот сразу скажу, попали с каваристикой и картинкой. Что-то такое западное, не в песне, а в мальчике в этом. Не обращал раньше никогда внимания. Что тебе там плакал? Что он с тортиком? Хороший. Хороший, хороший. Слушай, тебе так эстетично все снято. А песня какая красивая. Блин, прикольный момент был. И ты, 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 разбуянился. Ой, какая знакомая вакация. Короче, здесь, знаете, опять вот тут нам давят на наши эмоции через перемежок кадров, где они страдают, мучаются. И где у них все прекрасно, они бегают, как в флешбеке, да? Для того, чтобы мы более контрастно ощутили разницу. Вот этот хорошенький мальчик, конечно. И ты какой, смотришь, вернись, а будет драка. Ну не драка, но конфликт точно. Ой, ну хороши, хороши. Слушайте, ну химию прямо отразили. Воу-воу-воу. И подсняли красиво, и слезки там еще, как он кинул. Класс. Опять же хочу сказать, что работа со вкусом сделана. Все, даже перемежевка кадров идет какая-то слоумощная, да? Нет? Мне нравится, что они не ограничились только танцевальными локациями и крупнячками. Что здесь у нас хоть нет какой-то единой истории, хотя она как бы однозначно тут у нас вот парни идут-бредут. А, что-то в письме там было про второе я. Вот, ребят. Боже. Там еще на руке сердце кровавое. Ей, там кровь. Все. Короче, вот это у нас, походу, была кульминация в истории. Я бы немножечко убрала из этого релиза журнальности, хотя это я похвалила в самом начале. И при том, что мне нравится такая колористика, такая четкость картинки, все-таки, возможно, вот в этих вот кадрах, где они тусят все вместе, я бы добавила больше такого уличного стиля или гранжа. Чтоб вот еще прям жестче. Но в целом релиз прям хорош. Мне нравится. Видите, вот так у нас называется. Короче, давайте хвалить. И мальчишек Верри Верри и Джили Фиш. Хочу сказать отдельно огромнейшее спасибо компании, которая продолжает тянуть ребят. Несмотря на то, что, на мой взгляд, недостаток внимания присутствует у ребятишек. На основном канале набрал 6,5 лямчиков. И, в принципе, это неплохо. Это неплохой такой результат для обилия сейчас ныне молодых групп, которые все выпускают как один крутой контент, крутую музыку. Но, опять же, это одна из тех групп, которые, я считаю, что недостаточно внимания получает взамен на тот контент, который создает. Поэтому, Джили Фиш, хочу отдать должное за то, что они продолжают вбухивать. Много ресурсов, как креативных, да, как концептуальных, так же финансовых и прочее-прочее. И, по всей видимости, поскольку они вот так вот сейчас активно подключают благосферу, связываются и стараются общаться, сообщать заранее, просят задавать им какие-то вопросы, если они появятся. Хвалю песенку, она тягучая, приятная. Клип уже, мне кажется, достаточно много сказала. Мальчики не везде, опять я буду жаловаться, выглядели для меня в плане актерской игры раскрыты. У некоторых очень хорошо получалось. Драматические сцены, их всегда сложно играть, да, но, тем не менее, они вот мне, в принципе, в какой-то ограниченной мере, они здесь были показаны, мне все понравилось. Но не везде. Убрала бы крупнячки, которые я так люблю, но в разрезе этого клипа, мне нет абсолютно. И в остальном релиз, если без всяких разных придирок, мне кажется, очень достойный в копилочку крутых релизов, которые выходили у Very Very всегда с самого-самого момента дебюта. И главное, что я вижу прогресс. Я реально вижу, что компания все больше и больше вкладывается в мальчишек. А внимание, ребята, обратите внимание. Ладненько, еще раз большое спасибо Танюше за заявочку, а мы переходим к следующим героям сегодняшнего видео. Светланчик, ты написала. Веном был написан совместно с Банчаном, Чанбином, Ханом и американским диджеем-продюсером Даласкей. Наверное, так. Клип вышел психодел плюс брутальность. Вот так. Светик, ты пописала, сейчас будем проверять, сверяться. И также заявочка на этих ребят пришла от Q. Ты пишешь. Здравствуй, Ари. Приветик. Стрейкидс, как обычно, одним клипом не ограничиваются. Посмотри, пожалуйста, Веном. Спасибо, что остаешься тихой гаванью для всех нас. Ребятушки, это вы моя тихая гавань, если честно. Вот правда, правда. Спасибо большое за такие слова. Спасибо за заявочки на выкуки, на мальчишек Стрейкидс. Давайте смотреть. Это было где-то в тизерах, да? Ой, блин, прикольно. А, смотрите, связанные сидят. Классный был, Юджин. Такой сидит весь связанный, обездвиженный. Смотрит на тебя, как будто сейчас врежет. О, первый, гляньте, справился. И пошел стиматься. О, можно я отдельно отмечу вот его партию? Сын Минджиш, да? Так, во-первых, она на английском. Мне нравится ее мягкость. Видите, ребенок, что творит? Слушайте, да, психодел. Мне нравится, кстати, музыка такая. Ой, Феликс, какие глаза выразительные. Мы такой мейк сделали. Все за паучара. Не сильно типичный клип, конкретно для стреев. Хотя мы у них тоже вся ковара. Всяко разно видели, что это было. На теле пиу-пиу-пиу. Мой, ты хороший. Класс. Вот прям каждый кадр. Ай, гляньте, из Хана он тоже прикольно. Мне кажется, визуально Хан все больше и больше раскрывается в плане своего очарования, как это ранее у нас произошло с Хён Джином, на мой взгляд, исключительно. Классные какие мейки, вы посмотрите. Ай ты, блин! Щель паука. А он что-то там не то. Не усваивается. А, так это ты все наделал? Они там, короче, у каждого, мне кажется, свои какие-то прикольчики, да? Мне нравится, ребята! Тут можно столько теорий по этому клипу построить. Просто труба. Ух ты! Это была граната? Я в русле смотрю, не знаю, что ожидать. Какую секунду. Феликс уже тут какой-то немножко другой, да? Во взгляде у него что-то такое. Хотя тоже, опять же, Феликса каким мы только не видели. Кстати, я же есть альбом у них послушала. Шлепся комичоль. Ну хорошо. Так, скажу по поводу, ну, как бы хочется сказать, локации, но нет. Типа места, в котором происходили действия. Не в плане, где снимался клип, а по истории. Несмотря на то, что отличается это сильно от того вот трека, который выпустили, как он назывался? Ред Вайн или Ред Вайт, да, Красные Огни. Чонжина и Бончана, то есть там был вайп более такой, что ли, горячий, да? Здесь тоже присутствовало, но он был более жесткий здесь. Но у меня есть такое ощущение, как будто бы это вот из одной истории. Хотя я, скорее всего, уверена, вернее, я уверена, что, скорее всего, все это подвязывается в их единый концепт, в единый и общий. И это очередная какая-то ступенька, очередная какая-то история, о которой они нам рассказывают весь этот релиз. В теории я погружаться не буду, но у меня есть какое-то такое общее ощущение вселенной Stray Kids. И когда падают вот такие релизы новенькие, каким-то образом постоянно меня штормит по их истории. И мне это нравится, мне нравится, мне нравится этот образ дерзкий у мальчишек. Я вообще вот прям люблю. Ребята вошли в ту фазу, когда мы как-то прошли какую-то... милоту, да, хотя у них выходят милые релизы, но они выходят как в добавку, да, для того, чтобы что-то приятненького фанатам сделать. Но по большей мере тот концепт, на котором они сейчас сосредоточились, это то, что мне нравится. Ну и так уж получается, что это то, что нравится большому кругу людей. И популярность ребят растет и благодаря концептам, и в первую очередь, конечно же, благодаря их музыке, таланту и творчеству ребят, которые они показывают, поэтому класс. Я даже не могу сказать, что этот релиз для меня как-то вот немножечко уступает или встает на второе место после заглавки, клипа на заглавку. Мне кажется, они по-своему очаровательны, и у каждого из них есть своя фишка, из-за которой хочется снова и снова возвращаться. Даже больше скажу. Вот обычно у вторых релизов, которые выходят, да, у них есть какая-то своя фишечка, своя изюминка, потому что мы к ним возвращаемся потом, спустя время, не как к чему-то, что уже затерто, как к заглавке, а как что-то, что вот объединяет поклонников внутри своего собственного домика, и которые знают все творчество ребят вдоль и поперек. Я имею в виду клипы на бисайд-треке, хотя получается у нас тут две заглавки, или как напишите? Мне все-таки кажется, этот по большей мере был бисайд. Хотя нет, если выходит клип, короче, не знаю. Мне нравится, мне нравится. Похвалю песню в тех моментах мягких, которые вот мне прям зашли. Мне нравится музыка местами. Мне не нравится прям вся музыка с треки, к сожалению. Вот, то есть я слушаю целиком альбомы, и я не могу сказать, что это заходящий мне так, как, например, мне заходит музыка EXO. Мне нравятся отдельные треки, мне нравятся отдельные музыкальные решения. Когда я смотрю видеоряд подкрепления какому-либо треку, я немножечко больше начинаю что-ли чувствовать саму музыку, потому что все-таки, как я уже говорила, смотрю, люблю прежде всего глазами. Но в целом, конечно же, мне кажется, мальчишки с трекиц громеннейший повод для гордости всех сты. На этом я готова завершить эту реакцию, поблагодарить всех авиат, кто присылает заявочки свои на клипы, кто оставляет свои комментарии, отзывы, ставит большие пальчики вверх. Напоминаю, что отдельно сейчас работает телеграм-канал и вконтакте, где выходят всякие разные интересные публикации. Не пропустите, пожалуйста. Все ссылки будут в описании. Подписывайтесь прямо сейчас, если хотите, конечно же. А на этом пока что все. Заран-заран, с вами была Риран. Люблю вас, целую. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok